Викинги Легендарный солнечный камень викингов Но сначала Таинственный древний артефакт Инки поклонялись его сверхъестественной мощи Его охранял вооруженный орден монахов-воинов Может ли в этих веревках и узелках Содержаться зашифрованное послание От давно исчезнувшей цивилизации? Словно духи инков говорят с нами с того света Секретные материалы древности Расшифровать послание инков 15 лет Антрополог доктор Сабина Хайланд Пыталась разгадать шифр инков Она полагает, что он сокрыт в одной из самых древних реликвий инков Которая хранится здесь, в музее Ларка в Лиме Это бесценный экспонат Множество завязанных узлами веревочек, свисающих с основной тесьмы Это напоминает огромное ожерелье Однако это называется кипу Потомки инков, до сих пор живущие в отдаленных горных деревушках Считают их священными предметами, наделенными сверхъестественной силой Какое разочарование смотреть на эти веревочки и понимать, что в них сокрыты тайны целой цивилизации Но мы, тем не менее, не можем их разгадать Много лет историки полагали, что кипу были простыми счетными инструментами Наподобие греческого абака Однако доктор Хайланд считает, что инки владели особой системой трехмерного письма Для шифровки использовались нити разных цветов и разные виды узлов А также веревки закручивались специальными способами Только взгляните на эту красоту Эти веревки и узлы могли бы многое поведать нам об инках Об их религии, мифологии, истории Даже о таком аспекте их жизни, как человеческие жертвоприношения Очень мало кипу дошло до наших дней Когда испанцы покорили инков, католическая церковь объявила кипу бесовщиной Кипу начали сжигать, а вместе с ними и те древние знания, которые могли в них содержаться Однако доктор Хайланд собирается встретиться в Лиме с монахами древнего ордена Мерседериан В годы испанского завоевания, пока все остальные сжигали кипу Мерседериане нашли способ расшифровать их Прежде чем отправиться на встречу, она звонит специалисту по ордену Мерседериан Профессору Фрэнку Селомену, чтобы собрать информацию о них Фрэнк, скажите, кто такие Мерседериане? Мерседериане выделялись на фоне других орденов, проводивших обращения в христианство в новом свете Это были суровые люди Их первоначальной задачей было не влиять на ум и настроение язычников А спасать христиан, попавших в плен армии мусульман или туземцев Значит, их орден был чем-то вроде спецназа с религиозным уклоном? Да, вполне точная формулировка «спецназ с религиозным уклоном» В те годы отправить на задание Мерседериан было примерно как сегодня Отправить взвод спецназа на вертолет Им разрешалось носить оружие В общем, это были такие вооруженные священники В каждой крупной церкви Мерседериан и есть по меньшей мере один священник Который активно занимается архивными исследованиями У Мерседериан до сих пор есть монастырь в Лиме В 16 веке в Перу они были очень активны Вдалеке от Рима, который контролировал их деятельность Они начали жить по собственным правилам Они не соблюдали строгий распорядок молитв Считается даже, что многие из них заводили детей с местными женщинами Они имели право убивать и были полностью независимы Но при этом жили бок о бок с инками, изучая их язык и культуру Доктор Хайдланд направляется в церковь Богородицы на одной из главных улиц Лимы Король Испании Филипп II угрожал распустить этот непокорный орден монахов-воинов Если они не образумятся В реформированном виде Мерседериане существуют и по сей день Да, вы к кому? Я бы хотел увидеть отца Сауля Одну минуту За церковью спрятался монастырь Входите Он находится здесь с 1535 года Сейчас в нем живут всего 12 монахов-мерседериан Хранитель древнего архива монастыря Отец Сауль согласился встретиться с доктором Хайдланд Отец Сауль не просто знаком с Киппу Он может рассказать о том, что мерседериане знали, как их использовали в прошлом Говорят, раньше люди Приносили Киппу на уроки по христианству и записывали проповеди, которые произносил священник Таким образом, местные жители могли передавать друг другу новую информацию Это говорит о том, что Киппу использовали не только как счетный инструмент Но и как инструмент письменности Очевидно, они были устроены достаточно хитро для того, чтобы передавать даже непростые религиозные идеи Их использовали в тех же целях, что мы сегодня используем ручку и бумагу Возможно, что Киппу могли передавать знания любого уровня сложности Отец Сауль ведет доктора Хайдланд в старый монастырский архив Здесь он находит книгу, написанную в 16 веке священником, которая объясняет назначение веревок и узлов Киппу были специальными узлами, при помощи которых люди подробно излагали рассказы о событиях своего времени Какой вождь правил, были ли у него дети, был ли он хорошим или плохим, храбрецом или трусом На ком он был женат и какие земли завоевал Этот священник 16 века пишет, что и он сам умел читать и переводить Киппу Последние оставшиеся в Перу Киппу могут содержать бесценную информацию об империи инков Из них можно многое почерпнуть Я научился понимать Киппу и узнал многое о тайнах и древней истории этого царства Многолетний опыт подсказывает доктору Хайдланд, что Киппу нельзя читать как западный алфавит Где узелки могли бы означать буквы или слоги Она считает, что узелки здесь скорее напоминают ноты в музыкальной партитуре Расследование в Италии заходит в тупик Но здесь, в Перу, доктор Хайдланд находит новую зацепку Профессор Фрэнк Сэлломан рассказал ей о древнем Киппу, который хранится в одной местной деревне Ее жители пользуются им до сих пор Деревня находится в Андах, в 500 километрах от Лимы Узкие дороги взбираются на высоту 4000 метров над уровнем моря Наконец, доктор Хайдланд добирается до крошечной горной деревушки Сан-Кристобаль-де-Рапас Здесь живут по большей части земледельцы и пастухи Однако в этой отдаленной деревне доктор Хайдланд находит отголоски давно исчезнувшей цивилизации инков Здравствуйте, добрый день В этой деревне Киппу до сих пор используется в религиозных целях Это священный предмет, и немногим посторонним доводилось его видеть Наконец, старейшины позволяют ей войти в огороженное здание Где Киппу хранятся последние несколько сотен лет Мы на месте Давайте посмотрим Я подниму крышку Вот они, Киппу Невероятно Это самое большое собрание Киппу в мире И особенную ценность ему придает то Что их сохранили именно индейцы, коренное население этих мест Никто извне не заставлял их это делать Почти все остальные дошедшие до нас Киппу хранятся либо в музеях, либо в частных коллекциях Но эти до сих пор считаются священными реликвиями Собственно, тем народом, который их создал Киппу здесь Это нечто большее, чем просто религиозные артефакты Местные жители верят, что в них сокрыта сверхъестественная сила Киппу здесь главное Они что-то вроде компьютера Они управляют всем Животными, людьми И во времена инков существовали люди, которых называли Часкес Они носили вот эти узелки У них не было ни ручек, ни бумаги Они пользовались только узелками У каждого узелка было свое значение Вам известно значение этих Киппу? Нет, мы не можем их расшифровать, доктор Странно, они не могут их расшифровать А ведь считается, что в этих Киппу Содержится до полутора тысяч сообщений И тем не менее, мы не знаем, что в них говорится Представьте, что случилось бы, если бы нам Удалось взломать этот код Это еще одна задержка для доктора Хайдл Местные жители используют эти веревки Только как предметы культа Они чувствуют в них мистическую силу И поклоняются им, но Не могут их расшифровать В этой деревне Киппу Составляют центр религиозной жизни Эти люди словно говорят, что само по себе Общение обладает священным статусом Оно принадлежит не только миру людей Но и миру богов Сложные, необычно украшенные Киппу В Рапазе хранят молчание Они не торопятся раскрывать секреты предков Чтобы расшифровать узлы Доктор Хайдланд должна найти Киппу О котором говорится в испанском тексте Это может помочь ей разгадать шифр Доктор Хайдланд снова пускается в путь Ей рассказали об одной старинной церкви В деревне, которая расположена еще выше ванны В церкви находится так называемая доска Киппу Сделанная монахами-мерседрианами Возможно, это и есть тот ключ, который она ищет Однако дорога в деревню занимает целых 11 часов Эта незаасфальтированная дорога Ведет ее на высоту 5000 метров Над уровнем моря Крутые спуски и слепые повороты Ожидают ее на всем протяжении пути Наконец, доктор Хайдланд Достигает цели своего путешествия Маленькой деревушке с населением Всего в 500 человек Она направляется прямиком к церкви Извините, мне сказали, что в этой церкви Есть доска Киппу Киппу, не знаю Это доска такая, со множеством веревок Доска с веревками? Да А, да, есть тут одна такая И вы знаете, где она? Пойдемте, покажу Это конец долгого пути для доктора Хайдланд Девушка ведет ее в дом местной школьной учительницы Присядьте, я позову ее Спасибо Учительница поняла ценность этой древней реликвии И прятала ее до сих пор О, Боже, какая красота Не могу поверить, что я наконец держу ее в руках После всех этих долгих поисков Это может стать ключом к тайному шифру Киппу Какая прекрасная вещь Это очень волнующий момент На доске столбец за столбцом расположены нити Каждая завязана особым образом И рядом с каждой слова и предложения, написанные по-испански Посмотрите, слева мы видим нити Киппу, а рядом слова, которые им соответствуют И все это выстроено в три вертикальных колонки Если удастся установить связь между конкретными веревочками и словами Я смогу расшифровать эту доску Киппу Тогда, возможно, мы сможем заняться расшифровкой всех остальных Киппу И узнаем, какие секреты они таят Но присмотревшись, доктор Хайдланд понимает, что большая часть испанских слов стерлась И их практически невозможно прочитать Надписи слишком сильно повреждены Доска покрыта пометом летучих мышей и грязью А чернила потускнели Если я не смогу прочитать имена, вряд ли мне удастся расшифровать доску Доктору Хайдланд нужна помощь специалиста Она связывается с доктором Джином Уэйром из университета штата Юта У меня есть один потрясающий текст Вам обязательно понравится Но некоторые его части я не могу прочесть Как скоро вы могли бы сюда приехать? Путь до деревни занимает у доктора Уэйра три дня Он привез с собой несколько тяжелых чемоданов В одном из них, помимо прочего, оборудовании лежит многоспектральная камера Это устройство изначально создавалось учеными из НАСА Для исследования поверхности других планет Теперь же оно поможет в исследовании наследия древних инков Как это работает? Это специальная научная камера Фотографирует изображение А вот в этом диске под ней Находятся цветовые фильтры Вот что мы сделаем Мы возьмем шесть цветов из видимого человеческому глазу спектра И еще шесть из инфракрасного спектра При помощи комбинации этих двенадцати цветов Мы надеемся в мельчайших деталях Изучить вашу доску кипу Значит, вы считаете, что нам удастся прочитать слова, которые сейчас не видны? По крайней мере, попытаемся Вполне возможно, что даже многоспектральной камере не удастся прочитать стершиеся слова При помощи инфракрасного фильтра доктор Уэйр начинает исследовать отдельные пятна Этот участок залеплен грязью Давайте я увеличу его Посмотрим, сможете ли вы различить буквы Да, я так долго билась над этим участком А теперь мы можем с легкостью прочитать все слова Слова, которые никто не видел на протяжении сотен лет, наконец становятся видимыми Да, это потрясающе Теперь все видно вполне отчетливо Очевидно, это какое-то имя Да, раньше разглядеть это было невозможно Во-первых, можно сказать, что это женское имя Невооруженному глазу оно казалось практически неразличимым А тут мы видим имя Сабина В инфракрасном излучении этот фрагмент виден очень хорошо Хорошо видны карандашные линии Это обычный угольный карандаш Изучая доску последние несколько дней, я пришла к выводу, что эти сплетения веревочек Намного сложнее и значит намного больше, чем мы считали раньше Ученым потребовалось 20 лет, чтобы расшифровать древнеегипетские иероглифы на розетском камне Что касается расшифровки кипу, то этот процесс еще только начинается Доктор Хайдон полагает, что по крайней мере нашла ключ к секретам древних инков С вашей помощью, думаю, мы расшифруем ее рано или поздно Узнаем тайны этих кипу Возможно, впервые историю и древние знания империи инков поведают миру не испанские завоеватели и не современные историки А сами инки Викинги Бесстрашные войны, нагонявшие ужасно прибрежные народы Их считали варварами Однако они владели сложными техниками навигации и достигли берегов Америки задолго до Колумба Историки до сих пор не знают, как им это удалось Из их саг мы знаем, что эти войны верили в существование магических кристаллов Камней, благодаря которым, согласно легенде, они пересекали моря И сейчас одна женщина отправляется на поиски загадочного солнечного камня викингов Солнечный камень викингов Лунд, Швеция Много лет профессор Сюзанна Акисон пыталась понять, как перелетные птицы мигрируют на огромные расстояния и не сбиваются с пути Вот перелетная птица Этот вид птиц мигрирует отсюда, из Южной Скандинавии, далеко на юг, в южные регионы Африки Они совершают очень и очень дальние перелеты Сюзанна Акисон, потомок викингов Она хочет разобраться, как ее предкам успешно удавалось преодолевать огромные расстояния по неисследованным морям Меня восхищает история викингов То, как они жили и в каких условиях проходили их путешествия Они отправлялись в далекие плавания и возвращались домой невредимыми Остается вопрос, как они находили путь в море Эра викингов продлилась с конца 8 по середину 11 века Эти бесстрашные северяне были одними из самых успешных завоевателей эпохи раннего Средневековья Устные предания об их битвах и великих плаваниях Дошли до нас сквозь века в сагах на древнескандинавском языке Одна из саг, повествующая о святом Олафе, содержит важные подсказки относительно того, как викингам удавалось не сбиваться с пути в своих плаваниях Небо было затянуто тучами Шел снег Святой король Олаф отправил людей на разведку Но на небе не было ни единого проблеска Затем король достал солнечный камень Взглянул на небо и увидел, откуда шел свет Где находилось невидимое из-за туч солнце Для ученого сама мысль о том, что в навигации викингам помогал волшебный камень И он же уберегал их от опасностей, кажется немыслимой Однако пока у Сюзанны Акисон слишком мало фактов, чтобы делать какие-то выводы Сначала ей нужно собрать достоверную информацию о том, как далеко и куда именно плавали ее предки Профессор Акисон отправляется на запад через Эрисунский мост Самый длинный железнодорожный и автомобильный мост в Европе, соединяющий Швецию с Данией Сюзанна направляется в Копенгаген, чтобы посмотреть на карту Европы времен раннего Средневековья Когда ее грабили и наводили на нее ужас войны с севера Думаю, викинги действительно пользовались картой Винланда Хотя я слишком мало знаю, что бы утверждать наверняка Доктор Рене Ларсон из Датской Королевской Академии Художеств Один из ведущих мировых специалистов по происхождению и интерпретации карты Винланда Здравствуйте, Рене Очень рада встретиться с вами Взаимно Вы можете рассказать мне что-нибудь о карте Винланда? Хотя некоторые ученые считают ее современной подделкой По словам Ларсона, анализ химического состава бумаги и чернил говорит о том, что карта могла быть создана в 15 веке Однако это все же более позднее время, чем эпоха викингов Означает ли это, что эта карта была создана не викингами, а намного позже? Да, конечно Она появилась примерно через 4 столетия после викингов Но вот эта северная часть, где изображены Исландия и Гренландия, составлена на основе знаний, полученных от викингов А откуда мы знаем, что карта основана на знаниях викингов? Дело в том, что она отсылает нас к их сагам Сагам, да Имена, которые встречаются в тексте, встречаются и в сагах Древние саги и карты Винлэнда рассказывают о том, как боевые отряды викингов доплывали даже до таких далеких восточных городов, как Иерусалим и Константинополь На юге они плавали у берегов Северной Африки На Дальнем Севере они покорили Исландию и Гренландию А на западе пересекли огромные океаны и достигли берегов Земли, которую назвали Винландом Нам она сегодня известна как Северная Америка Значит, викинги знали об этих землях? Вот именно, задолго до Колумба Да Существуют археологические свидетельства, подтверждающие тот факт, что викинги колонизировали Винланд На острове Ньюфаундленд были найдены руины древнескандинавской деревни, которая была заложена приблизительно в 1000 году нашей эры То есть за 500 лет до плавания Христофора Колумба Сюзанну занимает вопрос, как древним скандинавам удалось успешно преодолеть тысячи километров неспокойных вод Атлантического океана Нам известно, что магнитных компасов у них не было Возможно ли, что они действительно пользовались неким инструментом, который называли солнечным камнем? Акисон должна проникнуть в умы этих искусных мореплавателей Она приехала в древний портовый город викингов Фроскеле, что к западу от Копенгагена Она садится на борт точной копии самого технически продвинутого и самого грозного морского судна эпохи раннего Средневековья Это боевой корабль викингов Они были быстроходны и маневрены Его гладкий и невысокий корпус создавался специально для стремительных высадок на берег Это идеально подходило для тех набегов, которыми славились викинги Эсбин Джессен знает Тоттер как свои пять пальцев Он бессменный капитан судна с его первого плавания в 2000 году Корабль имеет водоизмещение 26 тонн, так что плавает он все-таки немного медленно Мы поворачиваем судно немного против ветра, а потом, когда видим, что передняя часть паруса начала колыхаться Снова поворачиваем по ветру и надуваем парус Вот так На протяжении многих поколений викинги струили одни из самых продвинутых морских судов в истории Европы Айкессен надеется, что Джессен расскажет ей, как они плавали на этих грозных судах Очевидно, что викинги были уверены в своих силах и верили, что, отправляясь в плавание, обязательно вернутся домой Думаю, они были не глупы Их навыки в навигации формировались поколение за поколением Каждый раз, как кто-то пускался в плавание, он возвращался домой с новыми знаниями и делился ими с другими Вероятно, они описывали не свои конкретные действия, а обучали друг друга общим принципам навигации И каждый разрабатывал свой способ Предводители викингов хоронили с почестями в погребальных ладьях вместе с самыми ценными их вещами Ученым не удалось найти ничего похожего на мифический солнечный камень Однако было найдено немало других интересных предметов Тень снова начинает расти Как же им пользоваться? Нужно соединить конец тени с чем? Конец тени должен коснуться линии, высеченной на деревянном диске Хотите попробовать? Да Я совмещаю линию с кончиком тени Так, значит, север должен быть в том направлении? Да, да Сверим с показаниями современного компаса Вот В точку Как и сегодня, в древности на северных морях царили тучи, туман и непогода Плавать по ним было тяжело Что-то должно было вселять в викингов уверенность, необходимую для того, чтобы пускаться в плавание на тысячи километров по открытому морю Чтобы торговать и грабить, а потом возвращаться домой целыми и невредимыми Профессор Аккессон изучает маршруты перелетных птиц При помощи новейших радио- и спутниковых технологий Чтобы пройти путем своих предков Ей придется вновь обратиться к древнескандинавским сагам В Копенгагенском университете хранится одна из крупнейших в мире коллекций рукописей на древнескандинавском языке Сюзан Акессон заказала сагу XIII века, в которой содержится прямое упоминание о солнечном камне Древнескандинавский язык, на котором написана сага о святом короле Олафе, считается мертвым Чтобы разобраться в тексте, Сюзанне понадобится помощь филологов Профессора Мэтью Дрискола и Аннет Лассен В этой саге встречается упоминание о солнечном камне Я попрошу Аннет прочитать нам этот фрагмент Небо было затянуто тучами, шел снег Святой король Олаф отправил людей на разведку Но на небе не было ни единого проблеска Затем король достал солнечный камень Взглянул на небо и увидел, откуда шел свет Где находилась невидимая из-за туч солнца Автор саги недвусмысленно описывает навигационные свойства солнечного камня Однако профессору Акисон нужно нечто большее, чтобы продвинуться в расследовании В этом фрагменте не объясняется, что конкретно представляет собой этот солнечный камень Да, автор пишет лишь, что король достал солнечный камень Думаю, он пишет так потому, что в то время этот предмет был хорошо всем известен Это все равно, что сегодня сказать, он достал мобильный телефон Но это также может означать, что, хотя камень и был всем известен Никто точно не знал, что конкретно он собой представлял Все лишь знали, что с его помощью можно определять положение солнца на небе Однако к древнескандинавским текстам следует относиться с осторожностью Должен заметить, что в исландских сагах часто встречаются всевозможные волшебные камни Например, камни, посмотрев в которые, можно узнать будущее Нечто вроде волшебных шаров, я полагаю Сюзанне Акисон нужно найти упоминание о солнечном камне в других сагах В древнескандинавской литературе можно найти десятки упоминаний о солнечном камне ...по положению солнца Более того, они считали, что когда солнце закрыто тучами Его все равно можно найти на небе при помощи камня, обладавшего магическими свойствами Это крайне любопытно Однако профессор Акисон не может разобраться, имеет ли это под собой некую реальную основу Из своих исследований перелетных птиц Сюзанна знает, что они способны мигрировать на огромные расстояния И их не пугают ни тучи, ни туман Может, есть какая-то связь между врожденными способностями птицы и навигационными навыками викингов? В исландских сагах говорится, что при помощи солнечных камней викинги умели определять положение солнца на небе в облачную погоду Нам известно, что примерно тоже умеют делать перелетные птицы Они находят солнце, ориентируясь по поляризованному свету, даже когда небо затянуто тучами Мы не видим этот свет, а птицы видят Но мы тоже можем его увидеть при помощи поляризационного фильтра Смотрите, вот так свет не проходит, а вот так проходит только поляризованный свет Акисон полагает, что именно так устроен глаз птицы Он отфильтровывает поляризованный солнечный свет, чтобы определить положение солнца на небе Это оптическое свойство позволяет птицам не сбиваться с пути во время долгих перелетов Я бы хотела выяснить, использовали ли викинги феномен поляризации так, как это делают птицы Так ли они находили солнце на небе в облачную погоду? Может быть, именно для этого им нужен был тот самый солнечный камень? Акисон отправляется в музей естественной истории Дании Она договорилась о встрече с одним из ведущих минералогов страны, профессором Тонси Балич Зуничен Добро пожаловать, Сюзанна Спасибо Акисон хочет выяснить, обладают ли какие-либо полупрозрачные минералы Свойствами подобными свойствам поляризационных фильтров Мы можем задаться вопросом Есть ли в природе нечто с подобными свойствами? И ответ будет Да, есть Я покажу вам яркий пример такого минерала Это исландский шпат Или кальцит Тонси демонстрирует удивительную преломляющую способность кальцита Смотрите Когда я начинаю поворачивать кристалл Происходит очень интересная вещь Вы можете видеть, что треугольники вращаются вокруг одного центрального треугольника, который остается на месте Да Секрет заключается в физическом феномене, который называется двойным лучепреломлением Попадая на кристалл исландского шпата и проходя сквозь него, луч света преломляется дважды В эпоху викингов этот минерал был крайне редок и встречался лишь в одной области владений древних скандинавов В этом зале есть несколько вещиц из Исландии Я хочу вам их показать Отлично Все минералы на этом стенде доставлены из одного места Это кальцит или исландский шпат Если викинги пользовались этим минералом, значит они добывали его в Исландии Вы полагаете, викинги знают о нем? Викинги ведь покорили Исландию, поэтому да, они вполне могли найти там этот минерал Я думаю, что да, это возможно Тонси полагает, что викинги могли обнаружить любопытные оптические свойства этих минералов Значит, возможно, это и есть солнечный камень викингов Да, это вполне вероятно По крайней мере, меня интригует эта гипотеза Только представьте Задолго до того, как кальцитом занялись ученые Жили люди, которые знали о его феноменальных свойствах И умели ими пользоваться На корабле профессору Акисон и капитану Эзбину Джессону не терпится опробовать исландский шпат в действии Нужно поднять его над головой и направить на участок синего неба Так, причем неважно, зашло ли солнце за горизонт или оно вовсе закрыто облаками Вам нужен только кусочек синего неба над головой Маленький такой Я нарисовал на грани кристалла маленький треугольник Как видите, его тень делится надвое Затем, когда я поворачиваю кристалл Насыщенность теней начинает меняться Когда насыщенность обеих теней становится одинаковой Это значит, я смотрю на солнце Это может помочь в том случае, если солнце скрыто тучами или село за горизонт Например, в сумерке Вы не знаете, где находится солнце Но камень поможет вам найти его с погрешностью всего в несколько градусов Если Джессон Эккессон правы Может оказаться, что именно Исландский кольцы помог викингам достичь берегов Америки за несколько веков до Колумба Однако пока мы не можем точно сказать тот ли это легендарный камень Все спорят о том, что это был за камень Но никто пока не может дать четкого ответа Так и археологи не найдут один из этих загадочных предметов В погребальной ладье Или среди руин поселения викингов Природа солнечного камня и его предназначения будут оставаться загадкой Программа озвучена студией АРК-ТВ Текст читал Александр Гаврилин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова